На заседании антитеррористической комиссии первый заместитель главы курорта Светлана Яровая отметила, до открытия летнего сезона осталось совсем мало времени, но тем не менее, Анапа должна достойно встретить своих отдыхающих. Она попросила всех, кто готовился к этому дню, с докладами четко ответить на вопросы, с каким итогом подошли к курортному сезону, где есть недоработки и в какие сроки возможно их устранение. О готовности здравниц к лету доложил начальник управления по санторно-курортному комплексу Дмитрий Ерохин. Одна из главных задач курорта – общественная безопасность. Сотрудники управления проверяют пансионаты, санатории, базы отдыха и детские лагеря на наличие тревожных кнопок, системы противопожарной защиты и видеонаблюдения, а также лицензированной охраны. По результатам мониторинга, готовность учреждений более чем на 90%. Спасательные медицинские посты на всех пляжных территориях будут снабжены необходимыми комплектами для спасения жизни на воде и оказания первой медпомощи. В целях безопасности будет проведен и ряд других мероприятий. 31 мая на центральном пляже будут проведены практические занятия с хозяйственными субъектами, эксплуатирующие пляж на территории по вопросу обеспечения безопасности и технического оснащения пляжных территорий. Среди приоритетных направлений остаются вопросы обеспечения личной и имущественной безопасности гостей курорта, предупреждения правонарушений и преступлений на территориях здравниц. Начальник полиции отдела МВД России по городу-курорту Анапа Андрей Раб отметил, ряды анапских полицейских на летний период усилены. Главное управление МВД России по Краснодарскому краю для охраны курорта выделило 221 сотрудника. Усилится и охрана в каждом детском лагере. В каждом из них будет и закреплен, и будет проживать сотрудник полиции, сотрудник по делам несовершеннолетних. Инспекторский состав и оперативный состав уголовного розыска и ПЭП будут закреплены за всеми объектами. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Анапы Лариса Медведева сообщила, на курорте в полном объеме проводятся все необходимые мероприятия по обеззараживанию сточных вод. Качество воды перед началом сезона на территории муниципального образования город-курорт Анапы, которая подается на хозяйственно-бытовые цели, благополучная вода безопасна в эпидемическом, радиологическом и санитарно-химическом отношении. Заместитель начальника отдела пожарной надзорной деятельности города-курорта Борис Чичкало доложил, что за последние годы на объектах санаторно-курортного комплекса пожаров не зарегистрировано. Этому способствует серьезная работа с руководителями здравниц, которая проводится в течение всего года. Один из не менее актуальных вопросов, который был задан в ходе совбеза, о состоянии проездов к морю на Пионерском проспекте. Летом из-за скопления там торговых точек и автотранспорта пожарным машинам невозможно быстро проехать к месту происшествия. Светлана Яровая предложила создать рабочие группы по обследованию проездов к пляжам и изысканию мест на территории курорта для парковок и нагороднего транспорта. Также она сократила срок готовности всех предприятий санитарно-курортного комплекса. Обозначенное ранее 15 июня было заменено на 6 число. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа-Регион.